Вита Козлова Друзья, сегодня YouTube-канал Продар ТВ в гостях у президента Большого Международного Конного Клуба Продар, социолога, спортивного менеджера, историка конного спорта Виты Козловой. И сегодня, в канун Нового Года, я хотела бы задать ей несколько важных и, я надеюсь, интересных вопросов. Здравствуйте, Вита! Приветствую вас, Екатерина, Клуб Продар и наших зрителей. Ну что, с места в карьер готовы? Почему бы и нет? В последние годы вы все реже уделяете внимание развитию выездки и взаимодействию с Федерацией Конного Спорта России. Однако, в прошлом вы занимали более проактивную позицию в развитии нашей дисциплины, являясь спонсором всадников, владельцем лошадей-членов сборной. Также вы неоднократно представляли нашу страну как шеф-экип и являлись директором крупнейших турниров, таких как Кубок Президента, личный чемпионат России. Почему? Катюш, ну тут нужно добавить, что все это было во времена Елены Владимировны Петушковой. И это было время, когда мы спорили до хрипоты, доказывали свою точку зрения. Но это был настоящий конный спорт. А с ее уходом цели как бы обмельчали. Вот тогда в нулевые мы надеялись вернуться в элиту мировой выездки и имели на то основание. А теперь мы мечтаем просто принять участие в Олимпийских играх. Тогда мы личный турнирный план члена сборной составляли от главного официального международного старта, ну чемпионата Европы или всемирных конных игр, ну от года зависело. А сейчас мы ориентируемся на Евразию, например. Ну я не говорю, что Евразийская лига это плохо. Нет, это нужный и важный формат. Но это не формат члена сборной страны. Обмельчание цели одна из причин, почему мне сегодня вообще неинтересно участвовать в развитии большой выездки. Потому что большой выездки в России сегодня нет. Есть просто выездка. Но все же можно изменить к лучшему. Да, можно. Однако я придерживаюсь такого принципа, что людям нельзя помочь, если они сами этого не хотят. Поэтому я никогда не лезу с инициативами. Просто обозначаю, что я могу и хочу делать. И жду, пока ко мне обратятся. Не настаиваю. Я в принципе стараюсь не давать советы, когда тебя об этом не спрашивают. Но бывают исключения, когда требуется кризисное реагирование. И несмотря на то, что как правило доказать что-либо конно-спортивным чиновникам невозможно, я все же настаиваю, стучу кулаком, объясняю, как именно нужно сделать. Например, перед несостоявшимся чемпионатом Европы 2005 года в Москве из-за ошибок в менеджменте мы потеряли право проводить этот престижный турнир, право с огромным трудом завоеванное. И могли бы спасти ситуацию, перенеся его проведение на центральный московский ипподром и в клуб Продар. То же самое случилось год спустя на всемирных конных играх, где состав сборной был изначально проблемным с точки зрения прохождения выводки. Или, например, в 2003 году, когда речь шла о порядке стартов садников относительно друг друга на чемпионате Европы, что в том конкретном случае было очень важно. В большом спорте мелочей не бывает. Так вот, во всех этих случаях, приведенных в качестве примера, нашей сборной эти ошибки очень дорого обошлись. В двух случаях из трех мы заплатили за эти ошибки не получением командной лицензии на Олимпийские игры, а могли бы еще в 2004 году квалифицироваться в Афины командой. Про Олимпиаду 2008 года вообще вспоминать больно. А давно известно, что Олимпийские медали планируются за 8 лет, то есть за два Олимпийских цикла. И у нас в 2000 году был прицел на Гонконг. В рамках сборной при участии владельцев лошадей и личных тренеров-всадников Теодореско и Беймельманца была проделана грандиозная работа. Так вот, если бы в 2005 году мы не провалили чемпионат Европы в Москве, на котором сборная России имела твердые шансы на бронзу, во-первых, потому что все члены ее основного состава были на тот момент в первой тридцатке мирового рейтинга, во-вторых, дома, как известно, и стены помогают. Так вот, на Олимпиаде 2008 года сборная России вполне могла рассчитывать на медали. Тогда она была представлена в своем самом сильном, в новейшей истории выездке составе Сиднего, Карилова, Калинина. И все трое, повторюсь, находились на пике своей карьеры и в тридцатке мирового рейтинга. Однако после позорной отмены чемпионата Европы в Москве, в немецком Хагене, наши результаты, ну по понятным причинам, выглядели сильно скромнее, чем могли бы быть в Москве. А тем более после проделанной дважды за две недели до старта дороги почти в три тысячи километров. Вот напомню, что всадники прибыли в Москву для участия в чемпионате Европы за две недели до его начала. В результате мы не просто ухитрились упустить шанс квалифицироваться командой на Олимпиаду 2008 года, мы совершили череду просто самоубийственных ошибок и вылетели за борт корабля под названием «Большая выездка». А перед чемпионатом Европы 2007 года в Италии мы вообще торжественно вколотили в крышку собственного гроба гвозди. Еще и сами себя закопали. Потому что дошло до того, что сам Иван Михайлович Кизимов писал в Федерацию письмо с просьбой утвердить индивидуальные планы подготовки членов сборной. Потому что тогда речь шла о том, что мы могли подготовить композитную команду. И для этого каждый из членов сборной должен был иметь личную лицензию. А чтобы ее получить, то есть там оставалось добрать недостающие баллы до 1 мая текущего года, нужно было всего лишь перенести на 5 дней срок проведения одного международного турнира на территории Российской Федерации. И этого не было сделано? Даже не перенести, а просто поменять местами конкур и выездку. Тем более, что конкуристы шансов на композитную команду не имели. А у Туганова уже была личная лицензия. Ну и что вы думаете? Ну никто даже палец о палец не ударил. А голос Ивана Михайловича Кизимова остался глазом вопиющего в пустыне. Ну вот тогда я и приняла решение, что с меня хватит. Ведь когда ты тратишь на подготовку всадника члена сборной минимум 150-200 тысяч евро в год, хочется хотя бы получать какое-то удовлетворение. Но я же не мазохист, но если мои усилия год за годом нивелируются плохим менеджментом, значит нужно выходить из этих абьюзивных отношений. А вот как вы считаете, какие проблемы спортивного менеджмента в конно-спортивной индустрии самые животрепещущие, самые важные? Ну на сегодня проблема в том, что нам нужны сильные решения. И сильные люди на ключевых постах, которые эти решения принимают. А сегодня акцент сделан на информационном обеспечении. И эта работа делается хорошо. Но коммуникации, хотя и очень важны, это все-таки только информационное обеспечение. Это не главный процесс. А главный процесс хромает или вообще непонятен людям. Поэтому информация зачастую стирается в ноль. Мы тратим огромные ресурсы на освещение местечковых соревнований, а формированию образа члена сборной, престижу этого статуса, внимания не уделяется. И в результате у молодежи нет кумиров среди российских всадников. И как следствие мы видим, что многим спортсменам интересны только они сами в конном спорте, а не большой конный спорт с его культурой и историей. Но основная проблема – это, конечно, отсутствие сильных специалистов на ключевых местах. К тому же она кратно усилена задвоенностью, а в отдельных случаях и затроенностью функций. Наши государственные чиновники от конного спорта являются членами бюро ФКСР. И получается, что они сами себе ставят задачи и потом сами оценивают, насколько качественно эти поставленные задачи выполнены. Но, разумеется, достигать звездных целей невероятно трудно. Это требует фанатизма, полной самоодачи. Ну, поэтому и нет амбициозных целей. Есть только выгодные или посильные. Ну, зачем ставить самим себе трудновыполнимые задачи? Ведь придется делать сверхусилия, и, что главное, нести ответственность. Вот поэтому и нет сильных решений. Ну, когда они появятся, будут и результаты. Да, ну, кадровый вопрос всегда был фундаментальным в спорте. Вот были Анастасиев, Парышев, которые все координировали, и был результат. Почему сейчас этого результата нет? Улыбаясь, потому что молодежи придется загуглить сегодня эти фамилии. Вот боюсь, что мы дожили до того, что современные всадники вообще их не знают. Но, отвечая на ваш вопрос, есть вещи, которые просто нельзя допускать. А если уже случилось, кадровые выводы должны быть однозначными. И выводы, и решения. Но у нас так далеко не всегда получается. Несмотря на все усилия президентов и КСР, Бюро Федерации – это не единая команда. Там разные группировки, которые по-разному видят одни и те же вещи. И находятся в сложных, ну, скажем так, диалектических отношениях друг с другом. А иногда вообще буквально стенка на стенку идут. И это все спорт не развивает. В чем причина этого противостояния? Это борьба за влияние, за власть, за деньги. Что это такое? Но, скорее всего, у многих есть свои финансовые интересы, которые зависят от принятых бюро решений. Отсюда и борьба за власть. Поэтому я для себя решила отойти от всего этого подальше и сосредоточиться на развитии клуба «Продар» и клубной иконно-спортивной культуры в частности. Неужели вам не больно наблюдать за всем этим происходящим вот так вот со стороны? Ну, иногда очень больно. Но все реже и реже. К счастью, у нас есть очень интересные и важные проекты. И издание книг, и благотворительность, и новый проект Ассоциация конно-спортивных клубов. Вот поверьте, все это не менее важно, чем большая выездка. А по нынешним временам, возможно, и более. Ведь что такое конно-спортивные клубы? Это же и есть основные субъекты конного спорта в стране. Это площадки, лошади, тренеры, всадники. В то время как ФКСР работает с физическими лицами, ну, так уж наше законодательство устроено, мы с коллегами решили, что у нас есть огромное поле для взаимодействия между клубами. И начали работать. Сегодня наша задача – собрать все самые лучшие практики и создать продукты, которые нужны и интересны именно клубам. Ну, например, онлайн-аукцион спортивных лошадей. Вот сегодня купля-продажа лошадей – это даже не серый, а черный рынок. Ты не можешь купить лошадь по той цене, которую объявил продавец, без того, чтобы к ней не приклеились интересы тренеров, ветврачей, судей, спортивных чиновников. В нашей стране давно вообще, в принципе, не проводились в таком широком формате аукционы спортивных лошадей? Ну, отдельные примеры есть, но, тем не менее, в результате для покупателя зачастую цена лошади возрастает минимум вдвое. Это не способствует ни развитию конозаводства, ни развитию конного спорта, потому что многие инвесторы разочаровываются и отворачиваются от него. Вот мы на этом очень многих потеряли. А какие еще интересные идеи обсуждаются в рамках ассоциации КСК? Поскольку ассоциация «Люди и лошади» – это именно те люди, которые заинтересованы в развитии конного спорта и клубной конно-спортивной культуры, потому что они инвестируют огромные деньги в это направление. Они отлично видят ниши, которые нужно и можно развивать в России, вот тем более в сложившейся ситуации. Ну, вот, например, создание в России новой командной дисциплины конного спорта фигурной верховой езды. Мы устали предлагать ФКСР этим заниматься, но это очень важная тема. Во-первых, зрелищно. Испокон веков перестроение всадников, одетых в униформу, выполняемые под музыку синхронные, четкие, вызывали неописуемый восторг публики. И заметьте, для этого не нужны лошади стоимостью миллион долларов за голову. Нужны одномастные, одноформатные кони. При том, что мы сегодня не знаем, как и где использовать лошадей национальных пород – терцев, дончаков, ну тех же русских верховых. Фигурная верховая езда, называемая нами для краткости артрайдинг, могла бы стать основой массовости и доступности конного спорта. Ведь современные конкурсы выездка стали неимоверно элитарны. Для клубов занятия артрайдингом это еще и командный, ну скажем так, корпоративный формат тренировок. Это и выгодно. И создает дополнительную мотивацию у членов тех же команд, повышая уровень личной ответственности. Но многие же страны развивают артрайдинг на национальном уровне. Германия, Нидерланды, Испания. Мне вообще непонятно, почему мы этого не делаем. У нас получается не сформированная до конца стратегия развития нашего вида спорта. Но она так и не появилась. С одной стороны, лица, принимающие решения, заняты операционной текучкой, и у них просто не остается времени на стратегию. Но, скорее всего, проблема в том, что на руководящих постах оказались не те люди. Настоящих профессионалов не приглашают к сотрудничеству. Но это и понятно. Ведь профессионалы не будут слепо подчиняться. Они будут отстаивать свое мнение. А это неудобно. Но без профессионалов не обойтись. Нужно всегда опираться на людей, которые умеют делать свое дело лучше других. Все-таки непонятно, почему, если мы хотим добиться результата, этих специалистов не привлекают. Очень даже понятно. Потому что эти самые лучшие специалисты, если их привлечь к работе, вза шеи выгонят сегодняшних руководителей. Неудивительно, что как только кто-то предлагает пригласить известного профессионала, набегают люди, которые начинают рассказывать, что он какой-то не такой, не с тем встречался, не то говорил. И, о ужас, кого-то критиковал. И все это порочное колесо постоянно вращается, вращается, а время уходит. И профессионалы уходят, не передав свои знания. Это горько. По мне, конечно же, свежая кровь нужна. Я работаю, и вы это знаете, с большим количеством молодежи. Мы постоянно проводим в Прадаре встречи со студентами магистратур разных вузов. Да и тренерский состав клуба – это же молодые и талантливые люди. Но мне очень повезло в жизни работать с Петушковой и Кизимовым. Еще раньше с Мурашовым и Ковшовым. Сегодня с Миньковым и Тишковым. И я знаю, что профессионалы старой школы – это носители отечественной конно-спортивной культуры, бренда, если хотите, традиций. Это очень нужно – сохранять таких мастодонтов. Это очень правильно с точки зрения большого менеджмента. Их нужно привлекать, чтобы не уронить планку по дороге к новым целям. И что же в такой ситуации, на ваш взгляд, нужно делать? На мой взгляд, этот порочный круг может разорвать только одно – внятная картина будущего. И она, эта картина будущего, с достойными амбициозными целями, уже привлечет нужных людей. Вот только тогда и начнется проектное мышление. И включатся люди, которые прежде всего про результат, а не про свой карман. И постепенно уйдет, смоется грязь сапог, потому что в проектной работе все будет предельно конкретно. Есть цель, есть команда и есть личная ответственность каждого профессионала. Тогда у меня простой вопрос. Что нам делать дальше, если мы А. Не хотим действовать в соответствии с планом и не разрабатываем его. Б. Не хотим привлекать профессионалов к нашей деятельности. И В. Не разрушаем схемы, а стремимся в них участвовать. Что с этим делать, как этот порочный круг можно разорвать? Вопрос далеко не простой. Но в любом случае подниматься с колен нужно и принимать сильные решения. Конечно, потребуется усилие. Ну и ничего, что колени будут дрожать. Удастся или нет, я не знаю. Но направление точно это. Вот пока живы профессионалы, есть ресурс. Вот потом придется чужих приглашать. И тем не менее, я хоть и грустный, но оптимист в отношении того, что происходит. И я верю в то, что нам все-таки удастся сделать по-настоящему что-то важное для развития конного спорта. Вот вы говорите, есть ресурс. Но вопрос такой, не вычерпали ли мы этот ресурс до дна? Потому что до сих пор мы, можно сказать, едем на старом материале. И конном, и человеческом. Откуда же этому ресурсу взяться сейчас? У меня есть ощущение, что ресурс есть всегда. Вот выхода нет только из гроба. Просто повторюсь, нужны новые цели. Вдохновляющие, амбициозные и светлые в конце концов. Чтобы снова появился огонь в глазах. Чтобы проснувшись, хотелось мчаться в манеж, на конюшню. Чтобы появился стимул. Иначе серость и деградация. Медленная, печальная деградация. Для меня серость это худший вариант. И я как могу стараюсь этой серости противостоять. Потому что если серость, так вообще надежды никакой нет. Это путь в никуда. Когда мы медленно стираемся по дороге истории, становясь все меньше, меньше, все прозрачнее, и в конце концов растворяемся, как туман. К счастью, у человека есть свобода воли. По моим личным наблюдениям, Бог ничто так не защищает в человеке, как свободу воли. И человек – существо, созданное им с большой автономией. То есть ты должен сам делать выбор и сам нести за него ответственность. Кто-то предпочитает социалку и стакан попкорна, сидеть дома и смотреть телевизор, а кто-то фанатик своего дела. Вот мне всегда нравилось работать именно с такими фанатиками. И пока они есть, а они есть. Есть ресурс. Ну, к слову, у вас хорошо получается, на мой взгляд, бороться с этой серостью. И было много проектов, которые ни в коем случае не дадут истории конного спорта кануть в лето и раствориться в исторических туманностях. И вот еще интересный проект у вас же готовится. С автором блога «Советский конный спорт» Валерием Шаблей вы готовите книгу «Русская школа выездки. Теория и практика». Расскажите, пожалуйста, про этот проект. Очень интересно, что ждет конников России. Ну, это действительно уникальный проект, не имеющий аналогов в отечественной ипологической литературе, на всякий случай. В рамках проекта была поставлена и решена довольно амбициозная задача – осветить традиции и процесс подготовки лошадей в русской высшей школе верховой езды от всадничества, наш новый термин, до академической выездки XVIII-XX веков. До недавнего времени русская школа выездки вообще не была признана в мире как система и институция. Имели успех лишь ее отдельные бриллианты, вроде ипологии Ивана Бабинского, вышедшей в свет в 1836 году. А тем временем история русской академической выездки началась значительно раньше – в начале XIX века в стенах Берейтерской школы, которая, хоть и не единожды меняла название, но просуществовала до 1953 года. Носителем ее великих традиций, выпускником и преподавателем этой легендарной Берейтерской школы был заслуженный тренер Советского Союза Григорий Терентьевич Анастасиев. Кстати, в этом году Анастасиеву исполнилось бы 120 лет, и к этой дате мы приурочили открытие мемориальной доски на фасаде клуба «Продар». Ведь именно в его стенах великий мастер работал последние годы жизни. Когда же эта книга выйдет, так сказать, в свет? Когда ее ждать? Сейчас мы заканчиваем работу над подготовкой к печати первого тома, который посвящен исследованию истории русской школы верховой езды. И начинаем верстку второго тома, где собраны и систематизированы практические приемы. Скорее всего, будет и третий. Будем надеяться. Без ложной скромности стоит сказать, что это исследование ставит Россию в один ряд с державами, заложившими основу современной выездки в мире. Кстати, к слову о юбилеях. У нас же не один юбилей в этом году. 120 лет со дня рождения Григория Терентьевича Анастасиева. 50 лет, полвека с момента триумфа золотой сборной в Мюнхене на Олимпийских играх. И еще один важный юбилей. Это 5 лет благотворительному фонду Ваня. Как эти 5 лет прошли? Чего удалось до этого первого юбилея достичь? К чему пришел фонд? Ну, такие не очень соразмерные, конечно, примеры. Тем не менее, фонду Ваня 5 лет. И это для нас очень дорогая дата, веха. И это были непростые 5 лет. И за эти 5 лет помощь от фонда Ваня получили 35 конников. Проведено более 10 сложнейших операций. Финансовая поддержка в процессе лечения оказана практически на 15 миллионов рублей. Нам удалось не только помочь ветеранам, но и вернуть в седло совсем молодых конников, которые получили страшные травмы. И тем не менее, приходится констатировать, что испытания, выпавшие на долю в последнее время всех нас, сильно снизили восприимчивость российского конно-спортивного сообщества к чужой боли. Видимо, своей много у каждого. Понятно, что ненавидеть легче, чем любить. Любовь – это и приятие, и принятие. Но мы полны надежды и оптимизма, а поэтому запланировали на 2023 год много интересных проектов. И нам, конечно же, очень приятно, что буквально на днях, 20 декабря 2022 года, благотворительный фонд Ваня по итогам общественного голосования удостоился чести стать обладателем ежегодной премии «Гордость Санкт-Петербурга» за реализацию проекта по созданию памятника двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Михайловичу Кизимову. Для меня лично это особая история. Я счастлива, что мы с этим справились. Вот, конечно, юбилей небольшой, всего 5 лет, это первый юбилей. Но судя по тому, сколько фонд сумел сделать добрых дел, скольким людям помочь, это же жизни, это жизни наших коллег, это жизни конников. Все-таки, я думаю, что это очень значимая дата и для фонда, и для вас лично, и в целом для конного спорта. Спасибо. В самом начале нашей беседы вы упомянули, что сосредоточились на развитии клубной иконно-спортивной культуры и в целом клуба «Продар». Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что эта культура подразумевает, почему вы ей занимаетесь, и какое это значение имеет в развитии конного спорта. За последние годы клуб «Продар» превратился в такой тематический кластер, где люди через осознанное взаимодействие с лошадьми учатся прежде всего лучше понимать себя и друг друга. Вот в этом и заключается наша миссия. И мы создали единое культурное пространство, способствующее развитию понимания, уважения и доверия между людьми и лошадьми. И сегодня Большой Международный Конный Клуб «Продар» это больше, чем конно-спортивный клуб. Мы представляем конный спорт сквозь призму истории, искусства, культуры, инноваций, книги, фильмы, выставки, соревнования, образовательные и благотворительные проекты. Вот это все «Продар» сегодня. И у нас за плечами четверть века, а впереди все самое интересное. Вита, большое спасибо за такую интересную, откровенную беседу. Я надеюсь, что в Новом году и к новым юбилеям и фонда, и Клуба «Продар» все задумки обязательно сбудутся. И с наступающим вас Новым годом! Спасибо! С наступающим Новым годом! И я очень хочу пожелать, чтобы 23-й год принес всем мир и благополучие. Увидимся в Новом году! Субтитры подогнал «Симон»!